Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалиева. Судоперевод обеспечивает Марат Джумавеков. Судоперевод обеспечивает Марат Джумавеков. Судоперевод обеспечивает Марат Джумавеков. Судоперевод обеспечивает Марат Джумавеков. Я считаю, что нужно принимать какие-то меры, чтобы заражаемость была меньше. Все равно надо беречься. Это же очень серьезное заболевание. И к нему серьезно нужно отнестись. По моему мнению, локдаун необходим. Так мы сможем снизить количество заражений. Уже в эти выходные в Талдыкургане начал действовать карантинный локдаун. Мера вынужденная. Связана с критическим ростом новых случаев заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки в области зарегистрировано 89 заболевших. 28 из них в Талдыкургане. Всего в областном центре с начала года было выявлено 200 человек с положительным тестом на COVID. Ежедневный прирост стал причиной перехода города в красную зону. Наряду с этим жесткий локдаун объявлен также в Куксусском и Искельдинском районах. Мы хотим предотвратить цепочку заражения, инфекции, чтобы уменьшить заражение. У нас в больницах сегодня лежит 500 человек с этим заболеванием. Из них 35 человек находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, за этот месяц у нас уже 10 человек от этой болезни скончалось. В связи с чем прошу всех жителей нашей области не посещать массовые мероприятия, соблюдать дистанцию и носить маски. В настоящий момент в Талдыкургане приостановлена работа всех фитнес-центров, ресторанов, торговых домов и магазинов, за исключением продуктовых. Локдаун не коснулся аптек. А вот работа салонов красоты ведется строго по предварительной записи. Точки общепита функционируют только по принципу доставки. Обязательным требованием к жителям города остается ношение масок и социальное дистанцирование. Соблюдение этих мер на контроле 8 мониторинговых групп. В течение двух недель с 15 по 29 января будут проводиться карантинные мероприятия. То есть в выходные дни у нас будет проводиться локдаун. То есть здесь только связано с выходными днями. Остается запрет, как и в прошлом году, остается запрет у нас на проведение праздничных, зрелищных, спортивных различных мероприятий. То есть с массовым скоплением людей категорически запрет идет по городу Талдыкурган. По городу Талдыкурган на сегодняшний день действует 8 мониторинговых групп, которые ежедневно проводят мониторинговую работу всех торговых и сервисных объектов нашего города. В период локдауна, выходные дни, это суббота, воскресенье, не должны функционировать, работать общественные бани, сауны, также все непродовольственные магазины и торговые точки, независимо от площади и независимо от того, что они стоят отдельно или не отдельно. То есть они все должны быть закрыты. Локдаун отразился и на работе общественного транспорта, который в выходные дни будет курсировать лишь в определенные часы. Ограничено движение транспорта и в так называемом «золотом квадрате». В центре города Талдукурган, в квадрате улиц Гаухарана, Шевченко, Курманова, Аканцара полностью введено ограничение по передвижению транспортных средств, кроме спецтранспорта, полиции, пожарных служб, скорой помощи, а также коммунальных служб нашего города. В ходе рейдовых мероприятий членами мониторинговой группы было зафиксировано 9 нарушений постановления главного санитарного врача города Талдукурган. Теперь нарушителям придется нести ответственность согласно букве закона. Казахстан переместился из зеленой в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Эпидситуация в стране ухудшается. Акмолинская и Кустанайская области все еще в красной зоне. На сегодняшний день к ним присоединилась столица Нур-Султан. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 121 из них – жители столицы. Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман сообщил, что пик заражения коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта. При этом ситуация будет не такой сложной, как при первом пике заражения коронавирусом летом 2020 года, уверен эксперт. Всего по республике число заболевших превысило 167 тысяч, свыше 150 тысяч выздоровели и более 2300 случаев, к сожалению, имели ли тайный исход. 88 блочно-модульных котельных в ближайшие два года планируют установить в Алматинской области. Тем самым, качественное теплоснабжение станет доступно для 292 многоквартирных жилых домов Карасайского, Янвежеказахского, Панфиловского и Толгарского районов. Это стало возможным благодаря государственной программе развития территории. Как на региональном уровне решаются проблемы с автономным отоплением в многоквартирных жилых домах, узнавал Руслан Нурмахамбетов. Так ходят раздетые в шортах и в майках. Это Абаят Назировна, жительница города Толгар. В микрорайоне Бостарга пенсионерка проживает уже более 15 лет, из которых большую часть в ее четырехкомнатной квартире не было отопления. Греции со своими детьми и внуками приходилось электрическими обогревателями либо печкой, установленной на балконе. Особое неудобство вызывал уголь, который приходилось поднимать на четвертый этаж. Теперь эти проблемы остались позади. По поручению Аманды Кабаталова, два года назад в Толгаре установили блочно-модульную котельную. Окна вот так открыты. И видите, вот тут вот форточка, а там окно открыто. И балкон. Весь день у меня открыто все. Жарко, очень хорошо, тепло. И цены нас устраивают. У меня четырехкомнатная квартира, я 8 тысяч в этот месяц буду оплачивать только. У нас очень сейчас хорошо. Мы живем как в Алмате теперь. Спасибо всем тем людям, которые помогли нам за это тепло, за этот уют. Все то, что для нас сделал наш Акимат, это низкий поклон им. Условия для жителей Бостаргая создали не только внутри домов, но и снаружи. Здесь по всем современным стандартам провели работы по благоустройству при домовой территории. У местной ребятни появилась современная игровая площадка, оборудованная всеми необходимыми атрибутами для развлечений и даже небольшой стадион. В целом в Толгаре к настоящему времени облагородили 39 дворов. Огромная котельная была, негде было детям играть, асфальта не было. Спасибо нашим руководителям, что построили нам такую детскую площадку. Детям хорошо, есть где играться. Футбольную площадку сделали, и старшим можно играться. Площно-мотанную котельную в 2018 году установили в микрорайоне «Миллиоратор». Удовольствие от центрального отопления сейчас здесь получают 23 многоэтажных жилых дома. Это 538 квартир. Работы по установке выполнял Туас Картау. Стоимость проекта составила более 450 миллионов тенге. В городе Толгар имеется 164 многоэтажных жилых домов. Подача централизованного отопления была последний раз в 998 году. С этого периода по 2018 год данные многоэтажные дома были без централизованного отопления. Благодаря поддержке Акима Алматинской области, Баталова Аманды Гавасовича, в 2018 году в пилотном порядке было принято решение установить блочномодульную котельную. В настоящее время в области функционируют 35 блочномодульных котельных. Их тепло доступно для 152 многоквартирных жилых домов. В этом году в рамках государственно-частного партнерства в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще 30 эффективных и энергосберегающих котельных. 29 января в городе Алматы и Алматинской области полностью отключат аналоговое телевидение. Переход на цифровое вещание позволит высвободить радиочастоты Казахстана. Впрочем, более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Переход с аналогового телевидения на цифровое начался еще в 2012 году. Шесть областей Казахстана и город Шимкент уже отказались от аналогового вещания. Теперь поэтапное отключение аналоговое телевидение произойдет на телебашне Коктобе. Цифровое эфирное вещание даст жителям областных центров и городов республиканского значения бесплатный доступ к 26 государственным и коммерческим телеканалам. Для граждан, проживающих в сельской местности, станут доступны 15 телеканалов. Однако, чтобы смотреть их, телезрителям придется купить специальный приемник. В магазинах техники его цена варьируется от 3,5 до 5 тысяч тенге. В телевизорах, выпущенных после 2016 года, все еще проще. Докупить нужно будет только антенну. Данный проект по переходу осуществляет национальный оператор Республики Казахстан в области телерадиовещания Кастелерадио. С 29 января на территории Алматинской и Североказахстанской областей аналоговое телевещание будет полностью отключено. Поэтому жителям этих областей нужно будет перейти на цифровое телевидение. Если вы подключены к сервису от АУ-ТВ или кабельным операторам, то ничего докупать не нужно. Все телеканалы будут также доступны. Переход касается только домохозяйств с аналоговым телевещанием. В настоящее время в Алматинской области уже построены и введены в эксплуатацию 90 телерадиостанций с охватом более чем в 3 миллиона населения в 736 населенных пунктах. В текущем году на цифровое вещание перейдут город Нур-Султан и Карагандинская область. Полностью переход на цифровое телевидение планируют завершить до 2022 года. Аделья Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Все онлайн. Сразу все 55 видов гарантированного объема помощи для людей с инвалидностью переведены в электронный формат с начала года. Теперь особенные люди могут напрямую связываться с поставщиками и специалистами через портал социальных услуг. Как им пользоваться? Нужны ли корректировки и дополнения? Эти вопросы стали предметом обсуждения на семинаре с участием представителей 28 общественных объединений. Так, например, из плюсов. Люди с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать качественные технические вспомогательные средства и услуги с учетом личных потребностей. Работа портала не только предоставляет гражданам право выбора, но и значительно сокращает время получения инструментов и услуг, что повысит прозрачность и доступность процедур. К минусам можно отнести лишь проблему с интернетом в отдаленных сельских округах. Но и это решается. Так, например, до конца текущего года в разработке мобильное приложение для облегчения получения необходимых услуг. К слову, с начала года на сайт портала уже поступило 2824 обращения, что показывает эффективность системы. Сегодня мы говорили о портале, об улучшении, о проблемах законодательства, где нужно откорректировать, где нужно дополнить, где делает работу портала проблематичным, чтобы улучшить и чтобы совершенствовать портал социальных услуг. Поэтому все данные аргументы будут доведены до сведения высшестоящих инстанций, если это требует их вмешательства. То, что подлежит решению в пределах наших компетенций, как местных исполнительных органов областей, оно будет решаться в пределах наших компетенций. Более десятка транспортных средств вызволены из снежной западни в Алматинской области. И это лишь за последние несколько дней. Такой информацией поделились сотрудники департамента полиции региона. Стражи порядка в эти дни проверили состояние автомобильных дорог. Они проинспектировали опасные участки трасс, где затруднено движение из-за снежных переметов. Как выяснилось, таких мест немало. В ходе проверки на дорожные компании, следящих за уборкой дорог, выписано предписание. В ближайшее время они должны устранить все недоработки, озвученные блюстителями закона. Кроме того, руководством департамента полиции принято решение о круглосуточных дежурствах патрульных нарядов. В связи с ухудшением погодных условий и ураганом, вместо с аварийной службой были организованы регулярные профилактические рейды на опасных участках дорог. Как только слышим, что где-то не убран снег, и это создает аварийную ситуацию, мы выезжаем на место. В ходе проводимых проверок в отношении дорожных служб вписываются соответствующие предписания. Двое жителей столицы с помощью эвакуатора угнали автомобиль марки Hyundai Ascent, сообщает закон КИЗ. В полицию по факту угона автомашины обратился гражданин Нур-Султана. По словам потерпевшего, он был в отъезде в течение трех дней. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых 34 и 29 лет. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, заметив оставленный автомобиль, покрытый снегом, решили его угнать. Для того, чтобы вскрыть замок машины, они посредством сайта объявлений вызвали авто-медвежатника. Один из похитителей попросил его изготовить ключи от замка зажигания. Заполучив ключи от авто, его похитители в вечернее время пригнали к месту эвакуатор и увезли на нем иномарку. Подозреваемые уже дали признательные показания и водворены ВВС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Около 435 тысяч тонн мяса произвели в Казахстане за 11 месяцев 2020 года. Это более чем на 3% больше, чем годом ранее. Наша страна экспортировала говядины почти на 26 миллионов долларов. В Министерстве сельского хозяйства связывают рост производства отечественной готовой продукции с увеличением государственной продержки в сферах животноводства и мясопереработки. Дополнительную загрузку мощности обеспечил введенный в 2020 году мораторий на экспорт живого скота. Средний размер пенсии озвучили в Казахстане. Сумма составляет почти 95 тысяч тенге. Всего в стране проживает больше 2 миллионов людей пожилого возраста. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в декабре прошлого года на пенсионные выплаты направили больше 200 миллиардов тенге из республиканского бюджета. За год сумма составляет почти 2,5 триллиона тенге. В ведомстве напомнили, что размеры пенсии зависят в том числе и от стажа работы гражданина. Сегодня государственные школы в нашей стране доминируют и по количеству, и по уровню подготовки. Частные школы – это другой разряд образовательных учреждений, заточенный под особые социальные запросы. Хотя и у государственных, и у частных школ одна общая цель – дать образование. Какое место в настоящее время занимает частный сектор среднего образования в Алматинской области, разбирался наш корреспондент. Это первая частная школа в Талгаре, введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Новое образовательное учреждение возвели с нуля всего за два года. Учебный объект на 250 мест предназначен только для начальных классов. Уроки здесь ведутся на двух языках – казахском и английском. Формат обучения – восьмичасовой. Все домашние задания дети здесь выполняют вместе с учителем. Современно образовательный центр трехэтажный. Здесь функционируют 14 специальных предметных кабинета. Помимо традиционного обучения грамотности, здесь уделяется большое внимание и инновационному развитию детей. Раз в неделю учащиеся посещают кружки по робототехнике, песенному и танцевальному искусству. А этот уютный уголок – место, куда спешат школьники во внеурочное время. Дети, утомившиеся во время учебных занятий, могут прийти сюда отдохнуть, отвлечься чтением книг. После окончания университета, получается, я услышала, что открывается эта школа. Мы издавали тест по приходу по английскому языку. У нас было интервью на английском. После этого нас приняли. Работаю здесь с начала открытия школы. И очень рада, что работаю здесь, потому что сделаны все условия как для молодых специалистов, так и для всех учеников этой школы. Строительство школы финансировалось за счет средств местного предпринимателя. Она, имея богатый опыт преподавания в школе, планирует расширение образовательного объекта. А в следующем году здесь, помимо начальных классов, появится обучение для школьников среднего звена. Сейчас в школе 14 классов, где проходят обучение 207 учеников. Все они получают знания по государственному стандарту. Предусмотрено трехразовое питание. Также со стороны образовательного учреждения предоставляются школьные принадлежности и книги. Одним словом, для детей созданы все необходимые условия в получении качественного образования. В Толгарском районе наблюдается и высокий демографический рост. В текущем году в регионе порог первого класса переступит более 5000 детей. В настоящее время в районе 42 средней школы. В четырех из них проходит обучение в три смены. Для решения этой проблемы в райцентре планируется построить еще одну школу на 1200 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь. В школе номер 37, которая обучается в три смены, на данный момент разработана ПСД, проходит экспертизу. На 2021 год планируется запросить средства на строительно-монтажные работы. В остальных 15-й школе и в 34-й школе села Талдабулак и Жалгамас, у них уже земля есть, земельный участок теперь, и тут оценочные работы. В Алматинской области на сегодняшний день 17 частных школ, в которых обучаются 4129 детей. Руслан Нурмуханбетов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Подари книгу библиотеки. Под таким девизом прошла акция в областной универсальной библиотеки имени Сакена Сейфулина. Социальный проект призван расширить библиотечный фонд и способствовать распространению ценностей чтения. В рамках акции книголюбой области передали в фонд учреждения произведения известных драматургов. В числе сторонников проекта и талдыкурганцы, подарившие библиотеке более тысячи печатных изданий. Кроме того, благое начинание поддержали известные поэты и писатели Житусусского края. Помимо своих произведений, они подарили также ценные книги, посвященные истории Казахстана. В их числе заслуженный деятель культуры Казахстана Али Искабай. Сегодня я передал в пользование библиотеки 600 книг. Для меня сегодняшняя акция – историческое мероприятие, так как в свое время я лично принимал участие в открытии этой библиотеки. Всегда стараюсь поддерживать связь не только с библиотекой имени Сейфулина, но и с детской библиотекой. Надеюсь, все переданные произведения в будущем станут достоянием учащихся. Благотворительный марафон, организованный фондом ЗИКЕТ Управления религии, начался в Казахстане. В регионе помощь получили свыше 400 семей. Социально уязвимым слоям населения преподнесли коробки с продуктами весом 18 килограммов. Благотворительная акция организована в рамках проекта «Тайказан». В целом по республике помощь получили порядка 9 тысяч семей. Недавно я обратилась за помощью в мечеть и получила ее неожиданно быстро. Огромное спасибо за переданные мне продукты. Я многодетная мать. У нас с мужем четверо детей. Этих продуктов нам хватит на 10-20 дней. Спасибо еще раз за помощь. Наша мечеть занимается благотворительностью на постоянной основе, особенно в период карантина. За 2020 год по Тодокурганскому региону совершена благотворительность на сумму порядка 187 миллионов тенге. В этот список входят дома для 20 семей, продуктовые корзины и многое другое. Свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавесе в результате землетрясения магнитудой 6,2 балла. Подземные толчки произошли после полуночи. Люди уже спали. Этим объясняется высокое количество пострадавших. Пока известно о более чем 600 раненых. Сообщается, что окончательных списков жертв пока нет. Власти собирают сведения о пропавших без вести. Поисковые работы под завалами домов продолжаются. Спасатели используют тяжелую технику. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси. Гигантский затор бросается в глаза при облете русла болгарской реки Истер правого притока Дуная. Пластиковые бутылки, бытовой и древесный мусор, достигающий местами 40-сантиметровой толщины, представляют серьезную угрозу для работы гидроэлектростанции СВОГа и водохранилища, которые обеспечивают водой и энергией столицу. Экологи объясняют ситуацию тем, что местные жители привыкли выбрасывать в реку весь бытовой мусор. Очистка реки крайне сложна из-за особенностей местного ландшафта, отмечают специалисты. Единственный способ централизованно вывозить отходы, чтобы у жителей не возникало мысли выбрасывать все в реку. Бизоны. Эти звери весом с автомобиль обычно ассоциируются с широкими равнинами Северной Америки, но живут они и в Старом Свете, где находятся под угрозой исчезновения. В Великобритании в рамках программы увеличения среды обитания диких животных будут разводить бизонов с целью повернуть их в леса Грасва Кент. Считается, что тысячи лет назад эти массивные создания бродили по территории королевства. Европейских бизонов называют инженерами экосистемы за их способность улучшать места обитания других видов. В Европе бизоны чуть было не исчезли к 1927 году. От полного уничтожения вид спасло только то, что в зоопарках содержались 54 особи. В 1954 году на свободу в Беловежскую пущу были возвращены первые бизоны. Сейчас там насчитывается более тысячи бизонов. Ряд особей были переданы и в другие европейские страны. Юношеская сборная Алматинской области по боксу принимает участие в учебно-тактическом сборе в Талдыкурганском дворце спорта Жастар. В течение 10 дней боксеры будут готовиться к грядущему чемпионату Казахстана, который пройдет в Жасказгане. Для спортсменов это шанс повысить квалификацию и пройти отбор на азиатские игры. Один из главных претендентов на чемпионство в первенстве страны – кандидат в мастера спорта РК Жасулан Абдулда. Спортсмен не раз становился чемпионом областных и республиканских соревнований. А главная победа в домашней копилке боксера – бронзовая медаль чемпионата Азии. Чемпионат Казахстана пройдет в 14 весовых категориях. На каждую из них есть достойный представитель, уверены тренеры. Но главной целью остается первое место в общекомандном зачете. То есть каждому боксеру придется выложиться на все 100. Чемпионат пройдет с 24 по 30 января. Подготовка у всех спортсменов на должном уровне. Во время учебно-тренировочного сбора юноши больше работают в парах. Так они нарабатывают боевой опыт. К слову, тренировки проходят в жестких условиях. После долгих занятий на выносливость тренеры устраивают спарринги между сильнейшими представителями районов. Сегодня на прочность проверили Чингиса Медена, чемпиона Казахстана прошлых лет. Он показал достойный уровень подготовки. Моя цель – победить на этом чемпионате. Хочу в дальнейшем развиваться как спортсмен и выйти в лидер на чемпионатах Азии мира. Мечтаю выиграть олимпийскую медаль и дальше уже выступать на профи ринге, как Геннадий Головкин. Этот учебно-тренировочный сбор контрольный. Уже через 10 дней все спортсмены выйдут на ринг, отстаивая честь Алматинской области. Недалек тот день, когда победители и призеры представят Казахстан на международном уровне. Алексей Цой, Ж. Хрунанбаев, телеканал ЖТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин